Всем привет! Сегодня у нас 26 сентября 2021 года, Украина, город Кременчуг. Вот хотел показать новый сорт моей коллекции, сорт иммунный парше под названием Либерти. Семная спелость плодов где-то наступает к концу сентября. Это сорт зимний, должен храниться отлично, очень красивый набрал окрас. Сигнальные плоды меня очень порадовали. Ой, пахнет как классно вообще. Короче говоря, посмотрим в следующие годы, как этот сорт будет грузиться урожаем. Вроде бы этот сорт должен быть без периодичности. Но яблоки вообще еле держатся, то есть их уже надо срывать по-любому. Гляньте, какой красивый цвет плодов. Много за него сказать не могу, потому что, как вы видите, сигнальное подношение. Дерево привито на подвое ММ-106. Дереву этому, вот это четвертый год пошел. А я его посадил на одном участке в тени, оно у меня так плохо росло. А потом уже взял вот новый участок и в этом году посадил деревцо. Сейчас покажу. Вот так вот выглядит деревцо. Посадил деревцо и оно зацвело и дало мне первый сигнальный урожай. В год посадки. Так что можно смело сажать яблони, которым три года пересаживать. То есть они нормально принимаются. Дал прирост неплохой саженец. Так же само дал пять плодов красивых. Так, ну теперь, это маленький такой остался плодик. Его надо было, наверное, тогда еще оборвать. Ну теперь положим на дозаривание. И уже вместе с вами в зимний период положим на весы и продегустируем данный сорт. Не переключайтесь. 13 ноября 2021 года. Вот сорт яблок Либерти. Вот такой вот имеет вид. Вот мы уже по чуть-чуть начали пробовать его. Это сигнальное подоношение. Сорт зимний должен неплохо храниться. Ну вот я решил после дозаривания попробовать и показать вам, какие плоды. Плоды очень блестящие, красивые. На солнышке окрашиваются вообще бесподобно. Давайте посмотрим, какой вес у яблока. Попробуем вкус. Я его когда покупал, то говорили, что у сорта вкус посредственный. Давайте сейчас посмотрим, сколько можно дать этому сорту, какую оценку. Какая у него мякоть, какой аромат. Ну вес, видите, вот такой. Но это сигналки. Как он будет подоношение, какой будет вес, будем смотреть. Дальше. Так, давайте разрежем. Только же я, правда, дегустировал сорт яблок Пинова. То, блин, надо было это сразу дегустировать. Я думаю, Пинова должна быть повкуснее. Но этот сорт иммунный. Так, слышно хрустящее яблоко. Оно пахучее. Да, кстати, запах хороший. Такой запах, честно говоря, летних яблок. Такое душистое. Вот так вот. Давайте посмотрим по соку. Что у нас с соком в этом сорте. Так. Сок очень важное значение имеет. Видно, сок есть, но не так. Вот Пинову я надавлю, она брызгала просто капец. Этот, видно, сочный сорт, да. Но вот не летит во все стороны данный сок. Давайте попробуем на вкус. Очень приятный вкус. Чем-то он мне напомнил этот сорт по вкусу летнее яблоко Вильям Прайд. Я не скажу, что точь-в-точь вкус. Но очень похожий. Вот на летнее, не на зимнее яблоко по вкусу, а на летнее. Мякоть. Средняя зернистая, сочная, в меру сочная, не ватная, не дряхлая, ароматная. Легкий, приятный, приятная легкая кислинка есть у этого сорта. Что еще сказать. Мне мякоть похожа у этого сорта на такой сорт, как Рубинова и Топаз. Именно по мякоти. По вкусу похож больше на Вильям Прайд. Вот чем-то напоминает вкус. Короче, сладкий сорт, с легкой кислинкой, ароматный, приятный вкус. В принципе, неплохой. Не знаю, что говорили, что у этого сорта посредственный вкус. Нормальный, достойный вкус у этого сорта. Если для иммунного сорта, с такими товарными плодами, если у него будет урожайность отличная, то сорт я считаю нормальный. По вкусовой оценке, я, наверное, поставлю ему где-то 4-6-4-7 баллов. Примерно. Плюс-минус. Так что, кому сорт понравился, можете, в принципе, сажать. Я думаю, что вы не должны пожалеть. Кто гоняется за иммунными сортами, которые легко выращиваются, без особых обработок, от грибковых болезней. В принципе, можно сажать смело. Ну, а по урожайности будем в следующих годах смотреть, какая у него будет, как он будет наращивать урожай, какой будет вес плодов, как он будет периодичный, не периодичный. Короче, будем все наблюдать, смотреть и показывать в дальнейших видео. За видео просьба ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok